Продолжаем выпуск. В преддверии Дня независимости в Актюбинской области сдали в эксплуатацию несколько социальных объектов. В Байганинском районе построили многоквартирный дом для очередников, а в селах Тимирского района открыли современные спорткомплексы и школу. Подробности у нашего корреспондента. Эта новая двухэтажка в селе Караулки-Льды Байганинского района теперь станет домом для 16 семей очередников. Новоселье отметит Ихан Сулурызбаева и ее 22-летняя дочь, имеющая инвалидность. Женщина говорит, что всегда хотела, чтобы у них было благоустроенное жилье. В очереди стояло 7 лет и теперь ее заветная мечта осуществилась. Это очень радостное событие. Я получила ключи от долгожданной квартиры. Это жилье было очень необходимо для моей дочери. Благодарю Акимов, руководителей и тех, кто построил дом. Желаю мира и благополучия нашей стране. А в селах Кинькияк и Шубарши Тимирского района в преддверии Дня независимости открыли новые спортивные комплексы. Площадь каждого такого объекта около полутора тысяч квадратных метров. В них есть залы для занятия борьбой, баскетболом, волейболом, а также тренажеры. На возведение спорткомплексов из бюджета выделили по 270 миллионов тенге. По поручению главы государства необходимо решить главные проблемы в отдаленных селах. Это строительство больниц, школ, спорткомплексов. Потому что это все для будущего наших детей. Молодежь должна получать качественное образование, иметь возможность заниматься спортом. А мы, в свою очередь, должны приложить все усилия, чтобы они стали достойными гражданами нашей страны. Кроме того, в селе Шубарши построили школу на 320 мест. При ней имеется интернат. Реализация этого проекта позволила решить проблему трехсменного обучения в Тимирском районе. Наталья Салькова, Булат Молдогалеев, Октюбинская область. Итоги дня.